Всем привет! У нас наконец-то видео о косметике. Я поделюсь своими покупками и новинками. Наверное, видео будет долгим. Ну и ладно. Включите видео, будете пить чаёк-кофеёк, слушать, что я рассказываю. Поделюсь своими любимчиками и новинками. Это будет парфюмерия, немножко для волос и декоративная косметика. Короче, здесь вот сегодня прям собрано максимально то, что мне нравится, чем я в последнее время пользуюсь. И будет несколько штучек таких не очень хороших, чтобы я не похвалила. Но в основном всякие фавориты и новые находки у меня. Так что давайте приступим. Я люблю, всё-таки я прониклась с шампунями, теперь я пользуюсь Davines фирмой. Я заказала себе литровый Davines большой. Здесь у меня Replumping шампунь. Несколько я серий у них пробовала. Мне он нравится, сразу скажу, больше, чем Kerastase. Здесь я чувствую изменения условно, хороший ход за волосами Kerastase. Он классный как бы, но ничего особенного. Как обычный, хороший. Моё мнение, на моих волосах работает так. Я никого обидеть не хочу, ничего. И персонального никому нет. Каждому как бы своё. Мне больше Davines зашёл. И я купила литрушку такую, потому что мне больше всего. Это серия для тонких волос. У меня их много, но они очень тонкие и не держат объём. Вот это средство очень классно наполняет волосы. Я не стала приобретать пока что кондиционер. Честно скажу, он мне показался абсолютно никакой обычный. Я куплю кондиционер какой-нибудь попроще. Ну честно, он своих денег, кондиционер этой линейки, ну не стоит. Есть подешевле, точно такого же уровня, из таких же ощущений назовём так. Такого же результата. Сразу мне здесь положили помпу, молодцы. Потому что переливать куда-то или пользусь так очень будет напряжно. Я могу оставить Der Maizane. Есть такой сайт турецкий. Я прочему в Турции. Потому что литровые это для салонного использования. Их на сайте нельзя заказать. А я именно хотела большой формат. Почему? Что мне шампунь подошёл. Я обожаю, как он пахнет. Он прекрасно работает. Но в большом формате только можно заказать, если ты парикмахер или для салона. Я побоялась заказывать в интернете. Типа а-ля трендиола сайты. Перекупы, где всякие продают. Потому что там могут быть подделки. Я покупала 2 литровых кёйн. И у меня ощущение, что они всё-таки подделки оказались. Честно, скажу. Или какие-то разбавленные. Ну, короче, это явно не качество кёйн. Я им раньше тоже пользовалась. Короче, фуфло полное. На трендиоле заказывала. Я не стала рисковать. Я у девчонок поспрашивала. Der Maizane сайт. Он популярный, в принципе. Просто им раньше не пользовался. Мне там сказали. Я тоже покупала девочку нашла, которая до Винусы покупала. Сказала, что 100% подделки у неё не было. В общем, я сделала такой заказ. Там ещё очень много всяких витамин продаётся. Я ещё купила себе витамины. Цена, кстати, обычная, как и везде. Там какие-то акции у них бывают. Про пробники в Турции с этим проблемы. Даже в Сифории кладут на большой заказ один несчастный, какой-нибудь занюханный пробник. Мне положили их очень много. Много было всяких сашеток разовых. И вот несколько даже тюбиков. Серум от Виши. La Roche-Posay Eiffel Aclado. У меня был такой крем раньше. Но мне и так не буду его покупать. Не очень. И La Roche-Posay какой-то ещё. В общем, я его даже не открывала, не читала. Не знаю, о чём. И много всяких сашеток. И в сашетках мне понравился крем от Загара SPF 50 фирмы BB. Или что-то такое. Очень приятный, классный, нелипкий. Вообще суперский. И на следующее лето, я сейчас там на них скидка, я посмотрю, может быть, я даже закажу на следующее лето вот этот себе крем от Загара. Давайте дальше продолжим про уход. Купила, повторила свой крем. Неизвестно, какой раз. Одиннадцатый, наверное. Colorance Multi-Active для жирной комбинированной кожи. Вечерний ночной крем. Тут больше говорить нечего. Я о нём миллион раз рассказывала. Из ухода. Купила для бровей масло от Шик. Шик косметика мне нравится. Но это средство полная фигня. Извините, говорю как есть. Классная упаковка. Недорогое. Что-то там в районе 600 рублей. Шик вообще молодец. Умничка. Она на уровне делает косметику. Прям. Я вам дальше покажу. У меня ещё декоративные покупки есть. Но масло для роста бровей и ресниц. Мне оно нужно для того, чтобы брови были менее пористыми, жёсткими и так далее. Просто как увлажнение. Роста никакого я, естественно, не заметила. Его и нет. Почему разочарование? Потому что в такой просто, знаете, я не сколько здесь миллилитров. Так всё мелко написано. Окей. Не буду читать. Неважно. Мало миллилитров. Пять, наверное, или семь. Это просто касторовое масло. Вот мне за 600 рублей продали где-то там 7 миллилитров касторового масла. Всё. Там они, конечно, намешаны. В составе я читала всего-всего больше. На первом месте касторка. И воняет это чисто касторкой. Ну, простите, можно купить это. Ну, по крайней мере, у нас здесь в Турции с маслами проблем нет. Можно было купить любое. Я из интереса, конечно, пробовала. И убедилась просто, чтобы деньги не тратили, например, что можно купить любое другое масло. Здесь у нас с этим проблем нет. В любом масс-маркет, косметическом магазине полки просто с маслами. Короче, оно того не стоит. Эффекты, ну, как бы просто масло. Просто, да, увлажняет. Ничего супер там где-то не растёт. Я ничего не заметила. Эта касторка, по сути, так себе. Пахнет просто этой касторкой. Это разочарование, честно. Ничего особенного. Купила для себя крем тональный. Знаменитый, популярный. Мне просто было интересно это попробовать. Это ЭНАУ фирмы. В Ютубе очень много обзоров. Это старая тема. Года два назад, наверное, все пользовались. Ну, для нас пока корейская эта история дойдёт. Нас корейской косметики здесь нет. Только у перекупов покупать. Ультра Икс 10. Кавер Ап Калаген Фундейшн. СПФ 50. У меня оттенок 13-й вроде, да. Ну, короче, их там два всего. 13-й. Ну, это 13-й. И там 20-й какой-то. Я даже, наверное, свочи ничего делать не буду. Не знаю, куда теперь это деть. Пользовалась раза 4, наверное. Какой это отстой. Отвратительное средство. Мне, простите, кто пользуется. Но, типа, оно вообще хорошая стойка. Мне подтянул вот этот СПФ 50. Заинтересовало, скажем так, какой ужас. Это тональное средство. Оно жидкое. Потому что СПФ есть. Оно полосится, разносится не очень приятно. Если спонжиком, то он его весь съедает, поглощает. Не остаётся никакого покрытия. Но нифига не перекрывает. Оно потому что жидкое и неплотное. Ну, короче, такое себе. Естественно, не стойкое. Оно сначала матовое, как бы. Ну, а потом кучу тонну пудры надо, чтобы это вообще на лице удержать. Это явно не для турецкого климата. Не для нашей жары. Хотя это там матовая стойка СПФ 50. Короче, вообще непонятно. Может быть, в другом климате это лучше работает. Но девочек, кто в Турции хотел, не советую. Либо на очень крайне сухую, обезвоженную кожу. Вот эта жидкость, тягучесть, влажность, она подойдёт. Для комбинированной, склонной к жирности или просто нормальной кожи в турецких условиях, реалиях нашего климата, это вообще не история. Вот BB-крем, например, от... Помните, я всегда пользуюсь... Сейчас бы, дай бог памяти, да господи. Эрбориан гораздо лучше. Это типа даже не бибиотонально. Ну, короче, зря купила, честно скажу. Это никакая не подделка. Заказ был сделан на золотом яблоке. То есть процентов не фигню у меня подсунули. Перейдём потихоньку к декоративке. Два у меня бронзирующих средства. Вот от Шик, пожалуйста. Это Perfect Sculptor 01 оттенок. Скульптор от Шик. Упаковки, кстати, один в один, как Fenty Beauty. Абсолютно вдохновлённые, понятно кем и чем. Очень хорошее, достойное качество. Вот тип скульптора. Вообще, я бы назвала это не скульптором, а бронзером. Ну, такой... Это же типа что-то среднее между скульптором и бронзером. Очень крутые отзывы. Его отхватывают с руками в интернете. Нигде на сайте его никогда или в магазине нет. В Sold Out. Да, хороший, достойный продукт. Ничего плохого не скажу. Это лучший уровень, выше, чем масс-маркет какой-то. Это, да, такой люкс. Очень приятный. Здесь он немножко с блёсками можно видеть. Но это не блёски отдельные, а шелковистость, вот этот перелив, сатиновый эффект это даёт. По оттенку ничего не видно. Я так скажу. Вот это средство, лёгкий-лёгкий скульптор для белоснежной кожи блондиночек в зимний период. Он будет хорош. Для загорелой вот сейчас у меня кожи, да, я нещадно не чужу себя, загораю, но не лицо, а тело в основном себе разрешаю. Для меня я его вообще на своём теле сейчас, на лице не ощущаю. Я им как будто бы не попользовалась. Или его надо так много бахнуть, или такой жесткой кистью натереть, чтобы был какой-то вообще что-то на кисти осталось, и мне на лицо перенеслось. Средство хорошее, но прям для нордических светлых девочек в зимний период. Но качество, уровень просто... Ну и цена у него, знаете, а-ля там что-то около 3000 рублей он стоил. Ну как бы не такой цены, и люксовые продукты, то есть. Но я повторила, вот честно скажу, если мы берём слово скульптор, вот лучше всех времён и народов. Кевина Коун, урвала я его, продаётся он на сайте Культбьюти. Кто знает, скажите, как вы заказываете, напишите, пожалуйста, в комментариях, или дайте ссылки, кто как заказывает через каких-то байеров косметику с Культбьюти хотя бы в Россию. Я про Турцию не мечтаю, у нас почта не пропустит. Но хотя бы до России мне куда-то до Москвы или до Новосибирска доставить, чтобы я потом курьером перевезла это в Турцию. Не знаю, как это сделать, как вы это сейчас это делаете. Там же уже доставок нет в России из-за войны. Короче, оттенок у меня light, суперский, классный, пигментированный. Это у меня уже третий. У меня был до этого один такой же, закончился. Ещё у меня есть три оттенка. Это у меня комплект Большая Палетка была, я ими пользуюсь сейчас. И вот новенький у меня в коллекцию про запас. Появился он на сайте Золотого Яблока. Сейчас не знаю, в доступе он там или нет. Короче, был. Надо будет ещё два, наверное, куплю в запас. Очень крутой, обожаю это. Вот это лучший скульптур. Вот это рядом натикался. А цена практически, ну, есть разница, но очень похожая цена рядышком. Это настоящий скульптур, это такой а-ля типа бронзер. Девочки, всем советую. Супер. Оттенок light сразу берите, потому что Dark, который он прям... Кевина Коун Dark. Он прям для тёмных, смуглых девушек. Прям, ну, прям чуть ли не для африканского типа кожи. Прям для тёмных-тёмных. Он прям такой рыжекрасный. На блондинках смотрится как бы не подходит. И он очень пигментированный. Ну, это лучший вообще скульптор именно для... Вообще за последние, наверное, лет пять. Купила специальное средство. У меня об этом написали в подписчице. Я же не в трендах, что там модно в России и так далее. Я узнаю от вас и ваших комментариев. Я купила гель для бровей от фирмы Pussy, которая продаётся на Вайлдбересе. Купила я даже два. Вот это у меня в упаковке оставила. Хочу сразу сказать. Упаковка красивая, такая мягенькая, лоснистая, неплохая. Вот так выглядит новый этот гель для бровей. Классный. У него такая тоже очень красивая упаковка. Дорогая, сразу скажу. Не фигня какая-то за три копейки. Такая, знаете, резиновая немножко. Аромат. Мне нравится аромат, потому что аромат сильный. Аромат какого-то люксового парфюма такого дорогого. Ну, это, знаете, специальная душка, чтобы забить вот этот аромат клея и всего прочего. Он фиксирует просто намертво, даже воду переживает, прикиньте. Но, когда... Первое, его здесь мало. Здесь 5 мл. Ну, извините, он только густоватый. Он очень много тратится. У него большой расход. И у него такого геля хватило на полтора месяца. Вот по факту на месяц, я больше скажу. Он уже начал заканчиваться через месяц. Вот он у меня до этого, который был. Я думала не покупать. Сначала мне очень не понравился. Своей отвратительной кисточкой. Короче, гель классный. Супер фиксирует. Вот это ближайший аналог, жидкий. Для вакса, для бровей от Анастасии Беверли Хиллс. Она теперь пришла в золотое яблоко. Она там в России есть. Это то же самое, только в живком формате. Точно так же хорошо фиксирует. Минусы этого средства. Первое. Дебильнейшая кисть. Тонкая. Которая гнется. Видите, у меня как раз вот так. Видите? Там вот эта, как сказать, проволока. Для плотных или густых бровей. Она просто, она прям, когда ты ведешь, она гнется. Вы видите? Сейчас у меня уложены. Они зафиксированы. Не получится. Короче, она за ними гнется. Короче, эту проблему. Да, плюс она такая вытянутая, узенькая. И можно хорошо уложить красиво брови. Можно. Но аромат вот я проверила. В итоге она размазывает средство гудстое. И она такая тонкая и мягкая, эта кисточка. Ей трудно подбирать вот это средство по стенкам каким-то. Если оно стекает и так далее. То есть до конца ты его все забрать не сможешь отсюда. Этой кисточкой. Потому что она гнется тупо. И это средство такое у него в составе, но хорошо фиксирует брови. Оно немножко такое силиконовое. И вот к концу тюбика, когда много попадает воздуха, вы видите на кисточке, появляются такие сгустки этого силикона. То есть когда-то я чешу брови, эти шарики, можно сказать, силиконовые остаются на волосах. Я потом беру кисточку, еще прочесываю другой какой-то без геля. То есть вот эти хлопья, шарики, как можно их там назвать, они остаются. Но хочу отметить, за два месяца свойство свое средство не потеряла. Все такое же стойкое. Я его специально сохранила, чтобы вам показать. Сейчас я его выкину. Уже пользоваться им нельзя. Этим попользуюсь. Честно скажу, стоимость в 700 рублей оправдана. Мне не жалко было этих денег. Оно того стоит. Если нет Анастасии Беверли Хиллс, или ты не любишь форму вот этой шайбочки, кисточкой ковыряться, вот прекрасный аналог в жидком формате. Но минусы я назвала. Мне нравится его. Сильный парфюмированный аромат. Ощущение, что какой-то нишевой парфюмерии. Но кому-то может не понравиться, имейте в виду. Не вызвало желание попробовать каких-то других продуктов у этой марки, которые они активно толкают через блогеров. Кстати, про блогеров, карандаши для губ, Гуара Виттисян и все прочее. Я не стала покупать карандаши для губ Гуара Виттисян. Даже из интереса. Я считаю, что стоимость неоправданно завышена. Это не люкс, который бы стоил 1300 рублей. А там 25 баксов. Или сколько там сейчас курс, не знаю. Короче говоря, оно того не стоит. У меня есть аналоги другие, которые потом в видеоразоблачениях обсуждали. Я купила себя в оттенке Флоранс от Шик Карандаш. Потрясающий. И это прям идентичная копия на том же заводе, что у Гуара. Короче, мне не стало. Это стоит 700 рублей тоже. Это Карандаш у него 800. Прекрасный хороший карандаш. Оттенок у нас Флоранс. Такой вот он холодный нюд. Розовый холодный нюд. Сейчас побюджетнее ему находку покажу. Альтернативу. И купила я с этим карандашом. Шик рекомендует вот такую помаду. Soft Matte Lipstick от Шик. Оттенок 01 Sand Pink. Вот она у меня сейчас, кстати, на губах. Очень холодная. Совсем не всем подойдет. Аромат такой ванильный немножко. Она очень сатиново. Ну не прям жидкая. Мягкая. Тонким солоем ложится. Классно держится. Но все равно она стирается. Не супер стойкая. Это ближайший аналог помады, которую вы у меня часто спрашиваете. Вот эта, которая уже не производит. Это Stila. Оттенок у меня Batchy. Ее уже давным-давно на Культ Бьюти нет. Она только на стоках в Сифоре. Я видела в Дубаях онлайн. И все. Или в Америке, может, это есть. Короче, они ее то ли продавать перестали. Они стали вообще производить эту. Это самые по текстуре, по запаху. Это самые ближайшие два аналога. Я очень долго искала ее замену. Но минусы скажу. Ушик есть. Она. Ей несколько лет этой помаде. Я, конечно, берегу ее. Она идеально. Видите. Никаких комочков. Никаких. Она такая же жидкая, прекрасная. Ушик. Она открыта месяц. Эта помада. И она уже вот. Вот здесь уже засохли всякие какие-то комочки. Небрежности и так далее. Сейчас вам покажу два оттенка рядом. Вот это бачи. Это шик. Да, бачи немножко потемнее. Шик посветлее, порозовее получается. Но по факту на губах, честно скажу, разницы вы большой не увидите. И вы всегда можете подобрать потемнее карандаш и довести вот эту помаду шик до вот этого оттенка. Просто сделать подложку из карандаша и сверху вот этой шику приложить. Короче говоря, очень легко это сделать. По качеству очень похоже. Достойно, классно, хорошо. Знаете, что напомнила? Lime Crime у меня еще есть. Кашемир оттенок тоже. Я просто люблю холодные. Кашемир, он более жидкий. И с годами тоже со временем. Это не новая совсем. Видите, она вообще жидкая, как водичка эта помада. Она по стойкости, по цветам, видите, они все очень похожи. А вот это Кашемир, он более нюдовый, холодный коричневый оттенок, не розовый. Видите, он даже переливает сейчас на высох, и она будет такая же матовая. По оттенкам они все в три, в принципе, очень похожи. И на губах ты разницы не почувствуешь. А здесь у меня она, знаете, такая холодноватая, потому что у меня вот этот оттенок. Если я покоричневее беру подложку, то и эффект другой, она не такая холодная, поприятнее, скажем так, выглядит. И мои находки к декоративке, опять, что я нашла, что вам хочу посоветовать. Это Vivienne Sabo. И это такая дешевая альтернатива этой шипи даже. Стоимость карандаша на скидке в районе 300 рублей, где-то, или 350 я покупала. Я купила сразу еще два в плюс себе в запасы. У меня оттенок из всех, что там есть, не подошел. Я люблю нюдовый розовый. Это 0,7 оттенок. 0,1 это коричневый, не берите. 0,7 он единственный, на самом деле, в всей коллекции. Там есть красный и так далее. Но если кто нюд розовый, а только 1,07 вам подойдет. Вот карандаш от Шик. Сейчас я рядом наношу. Видите? Очень тоже похоже. Но вот этот Vivienne Sabo более нюдовый, холодный, розовый. Шик, видите, он рыжит прям. Он офигенно красиво увеличивает губы. Хорошо, кстати, там в рекламе заявлено, классно точится. Но не спорю, хорошо точится. И он очень долго держится. Но минусы этого карандаша, то, что это не люкс в его формуле. Это вот эта резиновость. То есть ты наносишь на губы, он красиво, дорого смотрится. Если губы такие суховатые, будут какие-то ошметки, короче, да. Будет неровность или будет подчеркивать какие-то заломы на губах этот оттенок. Но он немножко, он очень стойкий. Ну, не очень, нормально стойкий, да. Не суперфантастика. Но при этом он губы немножко слепляет. То есть когда ты говоришь, ты чувствуешь, что губы прилипают друг к дружке. Прямо вот ощущение, что они слепаются. Когда я нанесла очень много, чтобы по пигментированию было, у меня однажды даже какие-то скатывания, да, появились катышки. И к нему в этой же серии lip gloss, блеск для губ. У меня 13 оттенок, один в один к этому карандашу подходящий. Это вообще one love. Это как любое люксовое масло для губ от Clorans похоже. Только здесь пигмента побольше. Пахнет вишенкой, легкой черешенкой. Тоже сейчас нанесу. Полупрозрачный такой. Очень хорошо увеличивает губы. Я когда им пользуюсь, у меня просто миллион, блин, комментариев. По тому, что я накачала губы. Гений просто косметологии, я не знаю. Это просто блеск для губ такой, который, видите, очень сильно увеличивает губы. Очень. У него вот эти преломляющие частички. Просто огонь. Вообще губы просто огромные становятся. Ты просто, видите, сразу какие они огромные стали. Блеск для губ такой. Посоветую. Тоже бюджетно. Классно. Вот это вот комбо 07 и 13. 07 карандаш 13. Блеск для губ. Просто красиво. Но не стойкие. Конечно же, блеск для губ. Очень быстро съезжает за губ. Такой жирноватенький. Но сам по себе, короче, суперский. Минус один. Это блеск для губ. Очень твердая вот эта палочка, спонжик, которым ты наносишь, вообще никак не гнется. Они очень приятные. Этого он мало маневрирует. Можно как-то за контур губ выйти. Ну, знаете, за такую цену пойдет. Конечно, присмотрите. И по новинкам парфюмерия. Появилась у меня вот такая новинка. Это Forbidden Games от Killian. Мне очень нравится. Это аромат моего лета. Это роза. Роза там это болгарская. Я сразу чувствую. Минус. Это рефил. Я купила в Duty Free и рефил схватила. Я не знала, что у меня дозатора этого распылителя. Поэтому я перелила его в такой у меня был, как это называть? Диффузор. Или как это называется? Вы поняли, да? Куда от Levante всякие делают и все прочее. Дайте даже пшикнуть. Обожаю. Это аромат моего лета. Здесь, видите, просто открутка такая. В общем, кайфую. Я чувствую здесь ваниль и розу. Розу дорогую. Именно роза. Вот болгарская роза, как заявлено. Сейчас я вам прочитаю ноты. Так, здесь у нас персик, яблоко, слива, цинамон, корица. Вот корицу чувствую, болгарская роза и жасмин. Там немножко мед и ваниль идет. Вот я чувствую здесь болгарскую розу 100%. Жасмин и ванили немножко с медом. Это просто идеальный такой летний аромат для меня. Просто аромат этого лета. Также взяла я от Левант Рожа Энигма. Сейчас я его тестирую, пробую. У меня очень полный. Это будет, скорее всего, мой следующий парфюм на зиму ближайшую. Я его приобрету. Но у меня очень есть там нотка. Я нанюхала для себя от Рожа 51, который у меня есть. Очень мне напоминает. Может быть, у меня-то в голове так, скажем так, перемешивается все это. Я вот раздумываю, покупать или нет. Потому что напоминает мне 51. Как бы не хочется приобрести два. Это очень такая нишевая дорогая парфюмерия. И два похожих аромата иметь. Хотя по нотам они вообще не похожи. Что-то мне там какая-то одна нотка напоминает другую. В общем, Forbidden Games это моя находка этого лета. Летний приятный аромат. Дорогой, глубокий, ненавязчивый. Для меня он вообще легкий на самом деле. Кому-то может быть нелегким. Только для тех, кто любит ваниль, сладость и розу при этом. Для нелюбителей розы не присматриваюсь. Он очень крутой. Он старый вообще, его многие знают. Для меня это открытие. Ружа у меня в тесте сейчас находится. И купила я себе такой сет от Parfum de Marley. Ну, такая коробочка. Там было 4 миниатюры по 10 мл дорожный типа сет. Самых топовых их парфюмов. Есть один, я забыла, как он называется. Такой коричнево-телесного цвета такого. Нейтрального нюдового флакончик. Я его найду, он в видео вставлю. Я его, может быть, приобрету. Здесь у меня на данный момент... Это я купила себе по тесте. Одного уже нет. Один я подарила, потому что здесь... Это было, знаете, кто? Сейчас скажу. Это Delina... Так, а, Delina Exclusive. Очень сильный пудровый аромат. Просто роза с пудрой. Это любят тети постарше. Это парфюм а-ля 90-х годов. На любителя прям. Я вообще не люблю. Мне эта пудра просто душит. Это вообще далеко не всем подойдет. Здесь вот эта светлая... Это Melior. Она у меня есть в полном размере 75 мл. Очень приятно пользоваться с собой, брать в путешествии или в дорогу куда-то сумочки носить я буду с собой. И два вот этих красавчика. Это просто Delina. Это Arianna. Arianna мне понравилась больше. Но тоже на любителя не всем вообще советую. Аромат цветочный и сладкий. Кто любит сладость, навязчивую. Очень любят сладость такую в масс-маркет парфюмерии. Там, знаете, всякие там Dior. Нет, Dior такой не делает. Ну, короче, Givenchy. Это вот аромат двухтысячных. Это аромат на двухтысячных, 2005 года. Из вот этой... Я называю это масс-маркет парфюмерии. Ну, окей. Из всяких люксовых брендов. Там Givenchy такое делал. Там какой-нибудь Estee Lauder. Вот эта тема. Очень-очень на это похожа. И Delina. Ну, это я просто оставила так для напоминания себе. Может, подарю, кстати, ее. Мне она тоже не очень подходит. Она легкая, фруктовая. Здесь больше зелени. Но она тоже такая, цитрусовые цветочки. Как будто ты нюхаешь аромат вот этого Delina. Не Deluxe, которая Delina. Она как будто ты ощущаешь клумбу какую-то. Понюхал, подошел. Знаете, август, сентябрь, когда идут тебе в школу, цветочки несут. Вот такие вот дешевые цветы какие-то, знаете, астры какие-нибудь. Вот это в этом формате. Это не говорит о том, что парфюмы, тем больше ощущения вот этих дешевых цветов. Но они здесь примешаны точно. Здесь очень хорошая основа. Масляная, дорогая, скажем так, люксовая. Это чувствуется. Но сам аромат, ну, неинтересный, я больше скажу. Или для искушенного носа нет. Но кто любит сладости, цветочки, вам может прям зайти понравиться. Но вот это экстра. Это прям старина такая. Ну, интересный такой сет для того, чтобы был. И условно, ну, короче, чтобы был. Я купила для того, чтобы познакомиться и понять, что я хочу приобрести. Поняла, что могу у них приобрести только там один вот этот светлый парфюм и так далее. Еще у меня за покупку был такой пробник. Closed Gate. Closed Gate от Haute Fragrancy Company. У меня еще нет ни одного их парфюма. Они, кстати, продаются в золотом яблоке. Я хочу приобрести. Вот это будет мой парфюм на ближайшую зиму, на осень. Тяжелый, приятный. Я вот именно такой люблю. Он зеленый, свежий, пряный и янтарный. Еще у них есть другой формат. Тоже в темной упаковке. Если найду, вам подскажу. Фотку вставили. Они мне два понравились. Не могу пока выбрать из двух, какой мне больше нравится. Здесь у нас сейчас скажу ноты. Что меня притягивает? Зеленые ноты. Черный перец. Ваниль при этом. Сандал. Мне очень нравится сандал. Очень хорошо он чувствуется. Сандал. И при этом сочетание с зелеными нотами. Сандал, зелень и ваниль. Еще здесь есть перец. Но я его не очень сильно чувствую. Он очень слабый. И здесь есть в составе лабданум. Я не знаю, что это. Какой-то белый цветочек этого. Но тоже говорят, что очень чувствуется. Для меня это вообще новость. Я раньше аромат с лабданумом не использовала еще. Если не встречалась в парфюмерии. Так что я обдумываю. Скорее всего, я его приобрету. И может быть, все-таки энигма рожа. Рожа для меня энигма. Это аромат кока-колы. Черешни, вишни. Но тяжелый, приятный. На зиму вообще в турецком влажном климате супер раскрывается. У него есть у подружки. И я у нее его, скажем так, нанюхала. Вот думаю, подходит он мне до конца. Я еще не определилась до конца с выбором своим. Ну, господи. Передарю, если не понравится. Или перестану им восхищаться. Но вот это моя прям ближайшая покупка. Это точно два вот этих парфюма. Closed Gate и какой-то еще один. В общем, в темной тоже такая упаковка. Синие бутыльки. В общем, это прям того стоит. Это прям вот в точку, в десятку. Долгое видео заканчивается. Пишите ваши новинки. Напишите байеров или как вы заказываете косметику с Культбьюти в Россию. Как вы это оплачиваете. Как с этим делать. Расскажите, рожуйте для меня. Тоже хочу это сделать. Хотя бы на Россию заказать, потому что в Турцию здесь вообще ничего не пропускается. Таможни. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Я знаю, видео будет очень непопулярным. Это мало кто смотрит на канале. Но для постоянных зрителей, кто любит косметику, девочки, это для вас. Надеюсь, вы приятно провели время. Спасибо за внимание. Всем пока.